Итак, всем еще раз добрый вечер. Всех рад приветствовать на нашем очередном вебинаре вместе с Виталием Сергеенко. Вебинар будет посвящен очень важной теме. Это то, чего ждут уже многие, что может в ближайшее время случиться. И каждому инвестору нужно научиться правильно сориентироваться и принять, собственно, правильное решение в момент кризиса. Ну и самое важное для формирования институционного портфеля. Об этом уже Виталий подробнее расскажет. Я лишь перед началом напомню о том, что торговля на финансовых рынках в любом случае связана с риском. И не стоит переходить к работе на реальном счету, инвестировать, пока вы не ознакомились со всеми рисками. Ну и вся та информация, которая дается в рамках этого вебинара, дается только в целях вашего обучения и в целях вашего ознакомления. Для клиентов Admiral Markets мы запустили инвестиционные счета, которые включают в себя как акции американских компаний, так и европейские компании, которые как раз данный тип счета наиболее оптимально подходят для инвестирования в акции. Если вы планируете держать их в долгой срок, получать дивиденды, при этом комиссии они являются на минимальном уровне. То есть вы платите порядка одного доллара за операцию, то есть в целом получается один цент на акцию, но не менее одного доллара. То есть при покупке до 100 акций вы платите один доллар, больше всего 100 акций вы платите один доллар плюс один цент, соответственно, за акцию. Также рекомендую подписаться на наш YouTube канал, ссылку я приложу в чат, для того, чтобы вы не пропустили следующее видео, которое будет добавляться. Ну а те, кто будет смотреть нас в записи, также подпишитесь на наш канал и вы будете уведомлены о загрузке всех новых видео, которые мы публикуем. И хочу передать слово Виталию, трейдеру с колоссальным опытом, с человеком, с которым мы сотрудничаем уже очень давно. Человек, который посвятил, можно сказать, ну и как многие трейдеры, посвятил свою жизнь трейдингу и инвестициям. И Виталий, готов передать слово тебе, поэтому бери микрофон и начинай. Так, Роман, большое спасибо. Надеюсь, меня слышно, да, хорошо по-прежнему, ничего не случилось. Друзья, да, в принципе, плюсики идут, хорошо. Так, Роман, попрошу тебя отключить, у тебя демонстрацию экрана, и я включу у себя. Так, получается, вот так. Скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Я думаю, что должно быть все видно. Вот, ну еще раз хотел уточнить. Итак, друзья мои, колоссально интересная тема. Колоссально важная тема, финансовый кризис. Очень много об этом говорится. Если набрать в поисковике, там, кризис 2019, кризис 2020, будет огромный пласт информации, да, большое количество вопросов. И, соответственно, так, а у меня видео мое пропало, да? Почему-то там. Ну ладно. Главное, чтобы вы меня слышали, это видеть не обязательно сейчас. Поэтому кризис на слуху, люди боятся этого явления, боятся потерять деньги. Но как не просто не потерять, да, а как еще и заработать на этом явлении? Ведь кризис – это всегда возможность. Да, одни люди беднеют, вторые богатые люди, они богатеют и становятся еще богаче. То есть это вот такое классическое правило. Что касается меня, то я к этому кризису, который всеми ожидается, подхожу с хорошим опытом уже более 12 лет в теме трейдинга, в теме инвестирования, в теме финансовых рынков. У нас сейчас есть небольшой, но приятный фонд инвесторов, и мы инвестируем в различные активы от трейдинговых систем на валютном товарном рынке и заканчивая биржевыми фондами, акциями и различными там фьючерсами. То есть с очень многими моментами, но об этом, может быть, как-то в другой раз подробнее поговорим. Сегодня у нас, как я уже сказал, очень важная тема, и давайте, в принципе, к ней будем переходить. Итак, сегодня, видите, примерный план того, что мы должны с вами успеть. Естественно, где-то я буду отклоняться, где-то буду на ваши вопросы обращать внимание. Кстати, важный момент именно по таймингу. Я думаю, что у нас где-то будет около часа времени, да, то есть это 50 минут осталось. И нам надо с вами, голубом по Европам, многие вещи успеть, колоссально важные, и что мы будем с удовольствием делать. И немножечко могут вопросы эти варьироваться, но в целом мы с вами все эти моменты разберем. Для вас в конце возьмем 10 минут на ответ на вопросы и отвечу конкретно на каждый ваш вопрос, если такой останется по итогам данного открытого вебинара. Что касается конкретной темы, когда ждать финансовый кризис, на что смотреть и как к нему подготовиться, здесь я предлагаю обратить внимание на ряд экономических, фундаментальных именно показателей, на которые смотрят большинство финансистов, большинство действительно крупных успешных инвесторов, управляющих фондами. И здесь, наверное, для многих из вас ничего нового не скажу, но интерпретация, опять же, для кого-то будет здесь достаточно важная, и какая-то будет новая информация. Итак, я предлагаю посмотреть на 4 плюс 1 факторов, на которые нам нужно знать ответ на эти вопросы, чтобы понять вообще сейчас есть ли кризис, какая стадия и где мы сейчас с вами находимся. Здесь 4 момента, это процентная ставка, ВВП, производство, услуги, потребители, но мы сегодня возьмем производство как такую основу и безработица. 4 этих момента важный, колоссально важный момент. Чтобы понять, когда будет кризис или по-другому, скорее, рецессия в экономике, нам нужно посмотреть на экономику номер один. Экономика номер один, я думаю, что ни для кого не секрет, что это Соединенные Штаты Америки, и именно на них мы должны смотреть, равняться. И, скорее всего, если кризис какой-то придет, то он придет как раз от каких-то действий. Ну, здесь я это спрятал за этим многозначительным словосочетанием форс-мажор. Да, это, допустим, опострение торговой войны с Китаем, да, или какая-то, ну, может быть, неторговая реальная война на Ближнем Востоке, и что-то произойдет с нефтью, допустим, да, либо там с Трампом что-то случится, но я думаю, вряд ли до выборов 2020 года, допустим, будет импичмент, его там снимут, рынок на это также может очень остро отреагировать. То есть вот такие форс-мажорные штуки, от которых мы с вами совершенно не застрахованы, как обычные люди, мы не знаем этого, да, поэтому мы должны диверсифицироваться, мы должны контролировать риски, да, чтобы они были умеренные, а не критичные для нас с вами. И четыре вот момента, которые мы можем контролировать, которые мы можем анализировать именно в экономике Соединенных Штатов. Итак, давайте перейдем на график. Что-то штука-то все равно мешается нам. Давайте куда-нибудь сюда. Это перед вами график фьючерса на S&P 500. И как вы видите, он сейчас находится на историческом максимуме, 3 115 в моменте, и тут день через день, это дневной график, день через день у нас возникают экстремумы, определенные максимумы, и вот почти каждый день, каждую неделю переписывается all-time high, да, или максимум за все время. Соответственно, здесь люди, ну, естественно, на таком максимуме люди будут ждать кризиса, да. Но беда состоит в том, что люди ждали кризиса и здесь, и здесь, и здесь, да, или нет? И здесь, да, и я вам скажу даже больше, они его ждут уже очень давно. Чаще я слышу очень часто и плотно про кризис 2016 года. Мы с вами уже практически в 2020-м, кризиса до сих пор нету, и мы видим очередные максимумы, да. Поэтому этот момент возьмите себя для начала на вооружение, то есть этот момент для себя отметьте. Дальше. То, что нас действительно интересует, это процентная ставка, да, процентная ставка. Процентная ставка у нас выглядит следующим образом. Так, секунду. Решение по процентной ставке от Соединенных Штатов сейчас 1,75 от ФРС. И мы видим, что недавно оно было пересмотрено 30 октября с 2% на 1,75, то есть понижение процентной ставки. Вот таким образом выглядит локальный тренд по процентной ставке. Которая снижается. Зачем нам, как трейдерам и инвесторам, вообще разбираться вот в этих процентных ставках? И что это значит для рынка, когда процентная ставка снижается? Когда процентная ставка снижается, то деньги становятся дешевле, правильно? Их занимать, чтобы направлять, допустим, покупку жилья или развитие бизнеса и так далее, и тому подобное. И когда ставка снижается, это называется смягчение монетарной политики, и по ставке, грубо говоря, 1,75 или по 2,5, для развитой экономики достаточно большая разница, потому что уже ипотека, либо кредит под бизнес будет уже, допустим, в этом случае, когда 2,5, там будет, допустим, 4,5, в этом случае уже будет 3,25, к примеру. То есть для бизнеса, для ипотеки это достаточно важно. Вот такая динамика. Если мы посмотрим в прошлое, и все говорят сейчас про повторение 2000 года или про повторение 2008 года, мы видим, что в 2008 году процентная ставка перед кризисом, она была около 2% тоже, и стала в моменте 0 практически. Но когда уже кризис зарождался, ставка вообще была где-то в районе 5% и потом было резкое снижение. Сейчас процентная ставка находится на уровне 1,75, то есть в принципе не было каких-то высоких значений по ставке и есть запас снижения, потому что ФРС управляет процентной ставкой, управляет как раз рынком. И есть такое правило экономическое, когда снижается процентная ставка, когда вот эта монетарная политика становится легче, то фондовый рынок растет. И мы в принципе это видим на графике, то есть как раз когда у нас начинал расти, точнее началась снижаться процентная ставка, то это дало дополнительный стимул для очередного витка роста фондового рынка. Я понимаю, что на этом вебинаре много начинающих, стараюсь проще говорить, не так, как я привык, но более простым таким языком. Вот, надеюсь, здесь эти моменты понятны. Соответственно, здесь какой вывод? Что кризиса, скорее всего, не будет, пока есть куда снижать процентную ставку. Потому что у нас есть запас, средний снижается на 0,25 каждый раз, и вот здесь еще хватит снижать на больше года, скажем так, да, по идее, да, потому что, в принципе, ставка 1,75 еще есть запас, еще возможно стимулировать экономику. Вот этот момент мы должны запомнить. Следующий момент, который нас интересует, это ВВП. Да, ВВП здесь мы рассмотрим... Ах, сделана эта штука, выезжает. Сейчас, секунду. ВВП у нас выглядели следующим образом. Около 2%, 1,9% по штатам сейчас на конец октября. И это выше прогноза. И ставка, чтобы вы понимали, ставка 2%, это очень хорошая целевая ставка по развитой экономике. Да, то есть, понятно, что недавно еще было 3,1%, то есть идет некое замедление, да, снижение этого тренда. Но ставка 2% это нормальный, это умеренно хороший рост, целевой рост для экономики. И здесь мы не видим никакого кризиса, мы видим лишь замедление, там, с 3 на 2, но в целом пока все в рамках приличия. АВВП это, ну, основной показатель вообще здоровья экономики там любой страны, да. Производство. Если мы посмотрим на производство, здесь предельно все просто, да. это, здесь есть признаки замедления экономики, мы видим, что здесь показатель сейчас 48,3. По классике в этом показателе должно быть значение выше 50. Здесь мы видим, значение сейчас завалилось за 50, 48,3. И хуже даже прогнозного, то есть вот здесь по промышленности мы видим замедление, и мы видим, что действительно здесь есть первые признаки какой-то там рецессии, долгосроки и каких-то локальных проблем. Но опять же, мы еще можем обратно нырнуть за 50 и пойти в какой-то тренд, да. Потому что если, примерно, здесь мы посмотрим 2008 год, видите, конец 7-го, начало 8-го, то здесь как раз перед рецессией, перед кризисом был завал тоже за 50 и потом мы здесь падали вообще до 33, да, 32,9. Поэтому это очень интересный такой показатель, нужно на него обращать внимание и здесь он пока показывает тоже, что мы замедляемся, завалили за 50, но вот в 16-м году тоже было 48, но мы с тех пор переписали максимум, поэтому здесь не нужно так переживать, но вот есть такой звоночек небольшой. Также у нас есть момент, это с безработицей. Безработица в Штатах это вообще милое дело. Факт 3,6%, предыдущее значение 3,5%. Чтобы мы с вами понимали, вот таким образом будет тренд по безработице в Соединенных Штатах. То есть 3,6% это практически исторический минимум и последний раз такое было значение, ну, скажем так, видите, последний раз такое значение было примерно в период Вьетнамской войны, да, в 70-е. То есть никто не на войне, вроде бы как, но все заняты до такой степени, что всего 3,6% работоспособного населения лишь находятся не на рабочем месте в моменте. Поэтому это также не является признаком какой-то рецессии, какого-то кризиса, потому что допустим вот здесь у нас, да, когда уже кризис пошел, у нас было там 6,7%, 5,5%. Здесь же у нас пока исторический момент, то есть пока даже вот какой-то безработица не пахнет, да. То есть вот этот момент тоже себе зафиксируйте. И здесь еще один форс-мажор, как я сказал, да, ну там уже нужно смотреть все взаимодействия Китая и США, смотреть, что будет происходить в ближайшее время с различными, ну вот с различными, тут много может быть форс-мажоров, это и пузырь там технологических компаний, и вот те же китайцы, и нефтяные вопросы, то есть здесь мы не можем понимать, не можем знать, что из всего перечня будет триггером для вот этого движения рынка вниз. Но пока вот очень многие варианты называются, но этот форс-мажор мы не можем учесть, но мы должны быть готовыми с стороны риск-менеджмента вот в какой ситуации. Поэтому, поэтому важный момент, в чем состоит? Беглый обзор, естественно, там надо больше момента смотреть, у нас в рамках часового вебинара мы не можем все это быстро рассмотреть, я так вам пытаюсь сложные вещи простым языком сказать, но по факту подытожим, пока что мы не видим рецессии, мы видим замедление экономики штатов, но мы не видим каких-то глобальных проблем, таких уж, чтобы завтра рынок обвалился, первый момент. Второй момент, здесь форс-мажор такой положительный, то, что Трамп пока что у руля, он обещает, что при нем рынки не упадут, выборы будут в конце 2020 года ровно через год и есть ожидания, есть такие мысли, исходя из вот этих коэффициентов и исходя из того, что Трамп у руля и исходя из того, что процентную ставку еще есть куда двигать вниз, что мы в ближайший год календарный еще в рецессии кризиса не увидим и Трамп обещает, если его там переизберут на второй срок, то рынок в принципе при нем не упадет, до выборов с 2020 года нужно еще дожить, но здесь у нас с вами вывод, что в принципе в ближайший год не проглядывается кризис, я не вижу здесь причин для печали, причин для того, чтобы рынок завтра упал на минус 30, 40 или 50 процентов, такое не может быть, он может прогуляться, скорректироваться на 15 или 20 процентов, то есть такое уже было, вот здесь, например, хлопали мы в конце как раз в декабре 2018 года и вот практически донышко было на Рождество и с Рождества потом у нас улетели наверх 30 процентов, понимаете, поэтому здесь пока что в Богдаде все спокойно, это первый вывод, и второй, в ближайший год скорее всего динамика продолжится с большей вероятностью, если не будет какого-то форрес-мажора и резкого замедления. Как сберегать и инвестировать правильно именно вот в этот период, да, в этот период. Первый здесь вывод стопроцентный, это у вас должна быть твердая валюта и вы должны второй вывод в этой твердой валюте инвестировать. Что такое твердая валюта? Это доллар прежде всего, потому что еще раз, Штаты это первая экономика мира, пока что китайцы еще и Евросоюз далеко. Второй момент, всегда во время кризисов мировых всегда валюты мягкие, развивающиеся стран, такие как Россия, Украина, Казахстан, я не знаю, Туркменистан, вот все эти истории, они все падают. Да, там, в ряде там стран, допустим, Латинской Америки и так далее, все, они постоянно падают. Здесь я всегда люблю показывать такой график, многие уже забыли и многие не знают, что в 98-м году доллар стоил 6 рублей, многие уже забыли, а сейчас он стоит 64, там, 66 и так далее, то есть девальвация в 1100% падения произошло, и как мы видим, как раз 2008-й год с 24-х на 32-33, там, прилетели, Крым, естественно, кроме кризисов мировых, еще и свои есть кризисы политические такие, с 34 на 62, там, на 76, и вот в последнее время мы болтаемся, многие позитивно настроенные люди, оптимисты, так называемые, они все кричат, что вот сейчас мы скоро увидим 60, 50, и вернемся даже в 32, но экономика так не работает, то есть нет никакого смысла для правящей партии в России, чтобы доллар стоил 32, потому что у них есть определенные обязательства внутри страны, а деньги они зарабатывают в нефти, в долларах, да, поэтому им выгоднее, чтобы доллар стоил как можно дороже, девальвировалась валюта, чтобы в рублях у них было больше денег, и неважно сколько будет у населения при этом денег, я уже не говорю по Украине, допустим, где инфляция и девальвация еще более ускоренными темпами, там по-моему гривна, насколько я помню, если рубль на 1100 болелся, то по-моему гривна на все 2000%, то есть будьте предельно внимательны, первый вывод, у вас должна быть твердая валюта, должен быть доллар в вашем портфеле, чтобы вот не повторилась вот эта история, а чтобы у вас была диверсификация по валютам, инвестировать в валютах, тот же фондовый рынок дает прекрасные здесь возможности заходить именно через доллар, сберегать в инвестиционных инструментах и инвестировать на постоянной основе именно в акции, фонды, облигации, фьючерсы, номинированные именно в долларах. Дальше, инвестиции без кредита, либо вообще в принципе вот здесь мы немножечко отойдем в сторону по поводу недвижимости, допустим, то есть недвижимость, кризис, она всегда, вы знаете, падает, падает очень часто на 30 или на 50% в зависимости от пузыря на рынке недвижимости. Пузырь на рынке недвижимости в России, в Москве, в Петербурге, в таких крупных городах он достаточно большой, потому что сейчас в рублевые составляющие стоимость недвижимости она практически на максимуме. Поэтому если вот вы в такой предкризисный период заходите в рублях, которые скорее всего валятся еще и по недвижку, то вы можете получить и девальвацию, там, не знаю, минус 30, минус 50%, еще минус 50% по квартире. Да, поэтому сейчас это не мое мнение, это мнение многих видных экономистов, с кем я общался, отчеты я читаю и зарубежных и наших, то есть это вам такая выжимка, просто итог один и тот же, это повторяется, просто цикличность экономики, что не стоит сейчас набирать большие кредиты и какие-нибудь ипотеки под недвижимость, потому что нужно сокращать именно вот эту плечевую нагрузку, кредитную нагрузку, которая может вас похоронить, допустим, с квартирой, с ипотекой, также не стоит набирать, я не знаю, каких-нибудь кредитов под трейдинг или под инвестиции, потому что вы обязаны будете определенный процент отдать, а в какое нестабильное время, да, предкризисное, кризисное, вы можете начать просто деньги терять, если у вас недостаточно опыта и знаний, поэтому здесь стоит быть предельно внимательным и не инвестировать в кредит и не жить в кредит, вот о чем этот пункт. Дальше покупка защитных активов, что такое защитные активы, защитные активы это прежде всего облигации, если у вас есть доступ на рынок, где купить облигации, но облигации это небольшой процент, около 2% доходность в год, да, в валюте, доходность облигации Соединенных Штатов, да, самых надежных облигаций долговых бумаг, также есть варианты купить облигации каких-нибудь коммерческих крупных компаний, там будет доходность повыше, там 4-5%, и что еще к защитным активам относится, если ближе к нашей теме, да, я люблю акции, инвестирую в акции, это покупка фондов и акций дивидендных, то есть тех акций, которые платят хорошие дивиденды, они, как правило, в кризис являются защитными активами, потому что стабильный денежный поток, допустим, 5-6% в год дивидендов, инвесторы крупные фонды очень любят, и рынок валится, первое, что они подбирают, эти инвесторы, они подбирают те бумаги, которые платят дивиденды, поэтому вам такая подсказка, идея, ищите дивиденды, вкладывайте особенно те, которые недооцененные, то есть которые не на пике где-то, да, растут и выйдут, решили купить, потому что он платит 6% дивидендов, нет. А где график выглядит, допустим, вот таким образом, да, где есть уже какая-то скидка, да, вот на этой неделе у нас Black Friday, да, черная пятница, скидки, типа, во многих там магазинах, и вот ищите вот такие скидки, на рынке, когда по хорошим бумагам дают, допустим, там, дисконт минус 25, минус 30, минус 40%, это всегда классно, вы же заходите в CoinSupermarket, видите вашу любимую колбасу, которая там стоила 380 рублей, а сегодня на нее акция, она стоит 210, вы же хватаете, хватайте и бежите, потому что скидка на вашу любимую колбасу. Точно так же и с акциями нужно поступать, потому что когда акция вашей любимой компанией какой-нибудь на букву А растет и вдруг она скорректировалась на 30%, это же удача, это счастье, но с колбасой почему-то всем все понятно, а вот инвесторам акции почему-то не совсем понятно, когда акции падают, они начинают кричать, плакать и выводить деньги, непонятно, да, то есть логика здесь такая же, как в покупке колбасы или рубашки со скидкой, в каком-нибудь магазине. Что еще относится к защитным активам? Мы поговорим дальше, я дам вам немножко сегодня разбивку по секторам, какие защитные сектора, какие есть идеи для инвестирования, и вы должны четко понимать, что есть такая история, как диверсификация, то есть мы не клонемся яйца в одну корзину, умные люди рекомендуют, чтобы была диверсификация 10 плюс акции, 10 плюс компаний, 10 плюс инструментов. То есть для себя это зафиксируете, потому что если вы уверуете в какую-то акцию, в какую-то историю, в нефть, вот многие или там в золото вкладывают, все, что у них было, или в нефть, берут фьючерс на нефть, еще и пятое плечо на него, и вот если нефть пошла в твою сторону, ты остался без штановки. Нефть пошла в твою сторону, ты сделал там 100%. То есть вот такие истории во время кризиса, вот такие инвестиции в кредит с кредитным плечом, третьим, пятым, десятым, это все большая проблема и не стоит этим заниматься. Диверсификация обязательно, портфельный подход это то, что спасает инвесторов в такое время. Дальше, здесь мы опять же говорим про США, динамика ключевых секторов Соединенных Штатов за 18 год. здесь я бы хотел обратить ваше внимание на несколько историй. Первая из этих историй это синяя вот эта линия, это IT технологии, IT-сектор. Естественно, IT-сектор он обгоняет другие рынки, потому что технологические пузыри, технологические компании очень любят инвестировать, но если вы так примерно посмотрите, то и глубина падения IT-сектора она одна из самых сильных волатильностей, поэтому это далеко не всем инвесторам подходит. Естественно, если IT-сектор где-то здесь сейчас, то это один из тех секторов, который будет падать, поэтому здесь первый вывод, IT-сектор лучше не инвестировать в долгую, по крайней мере не дольше года, потому что если через год будет рецессия, то IT-сектор так же как и финансы это первое, что полетит вниз финансисты тоже очень быстро теряют деньги, они и сейчас начали уже терять, потому что ставки снижаются, это не очень нравится банкам, но с другой стороны и многим финансовым компаниям, с другой стороны сейчас некоторые говорят, что финансы недооценены, но я думаю, что это тоже одни из первых, кто полетит вниз. На что здесь интересно обратить внимание, это Real Estate, это вот эта черная линия, обратите внимание, что черная линия плавно растет, не так глубоко снижается по отношению к инвестиции и плавненько подрастает. Вот у меня есть большой такой портфель инвестиций именно в Real Estate или по-простому недвижке в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, в Франции именно через фондовый рынок. Внимание, не то, что я говорю, что у меня везде есть вилла в любой из этих стран. Я бы не отказался, но к сожалению, нет. Но фондовый рынок позволяет через акции, фонды, которые инвестируют в недвижимость, у которых в управление отелей, там, Хилтоны, допустим, какие-нибудь там, резорты, давать стабильный денежный поток и спокойненько себе расти и даже в кризисной истории не так сильно падать. Поэтому будьте внимательны, это важный момент, real estate, это одна из таких идей защитных секторов в грядущий кризис. То есть, понятно, что в восьмом году недвижка очень сильно упала, но там и был кризис другого рода, он был именно ипотечный, да, то есть, именно связан с недвижкой. Сейчас будет кризис совсем другого рода и нужно по-другому к нему готовиться. Что еще из защитных историй, это utilities, простым языком тоже здесь похоже чем-то на недвижку, вот рыжая линия, такая оранжевая, плавно снижается, плавно отрастает, utilities, это у нас коммуналка. Коммунальные услуги, это стабильность, спокойный денежный поток, в который стоит вкладываться, он вам иксы не сделает, но и сильно не упадет, и будет через дивиденды, через умеренный рост, давать там 10 плюс процентов годовых, в принципе, это вполне реально. Ну, или около того. Что еще интересного? Health care. Health care это у нас по-простому здравоохранение, красная линия, естественно, какого еще может быть цвета. Видите, стабильно растет, падает не так глубоко, то есть падает примерно как недвижка, как utilities, очень хороший показатель и быстренько отрастает, в принципе, сейчас health care уже повыше здесь, поэтому за здравоохранением будущее в этом сегменте, в этом секторе экономики очень большая инфляция, поэтому будьте очень внимательны и ищите там инвестидеи, вам вот такой, потому что это защитный сектор. Что еще защитных секторов? А, давайте я вам позже об этом скажу, давайте дальше покажу. Еще есть вот такая табличка, это, опять же, вот эти все веселые картинки, это с Bloomberg, то есть агентство, известнейшее агентство новостное, то есть это не я придумал, не я нарисовал. Здесь у нас опять же дублируется, что? Дублируется хелфкер, да, потенциал роста за год 15%, ожидается коммуникационные сервисы, здесь всплыли 10%, коммуникация, я думаю, что всем понятно, о чем идет речь, финансы 8%, materials, то есть различные добывающие истории, там, золото, медь, нефть и так далее. ожидает здесь 8%, но здесь не так это будет интересно, потом я вам покажу, почему. Real estate, наоборот, ожидают 1,5%, и utilities 1%, но я не совсем согласен с этой историей, потому что понятно, что недвижка или коммуналка, это небольшой потенциал у них роста, но у них небольшой потенциал снижения, да, то есть они более стабильные, а тут это 1,5% типа рост акций, да, но у них есть большущие дивиденды, у них есть, если реинвестировать, то есть там можно, у меня, допустим, портфель, где дивидендные бумаги, где недвижка, он у нас дает 12, внимание, 12-14% годовых в долларах, где вы такую недвижимость возьмете по сектору недвижимости, в России даже если у вас есть квартира или вы там занимаетесь сдачей, долгосрочную аренду, ваша доходность 5%, чаще 4%, здесь доходность в разы выше, в разы выше, и это в долларах, то есть здесь у нас инфляция, минус 10%, девальвация, геморрой, много всего, здесь этого ничего нету, и можно спокойно зарабатывать хорошие деньги. Если вам будет интересно, как сформировать такой портфель, как найти такие инструменты, такие активы, то обращайтесь, опять же, в конце этого видео, этого вебинара будет вся информация, контактная. А мы возвращаемся к нашим баранам. Здесь я хочу чтобы вы обратили внимание на здравоохранение, по нему самая высокая инфляция, большой спрос, люди будут болеть, люди будут умирать, здравоохранение очень сильно сейчас развивается. Здесь система биотехнологии и разных медицинских роботов и медицинских исследований различных, это класально, тотально интересная тема, обратите на нее свое внимание. Чтобы подтвердить, что это важно, еще вам привожу одну историю, также Блунберга, это динамика прибыли по секторам, которая ожидается в 2019 году. по итогам, и мы видим, что хелфкер здесь на самом видном месте, 4,4% максимальная динамика прибыли год в году. То есть, это одно из самых важных моментов, показателей. Коммуналка здесь, как ни парадоксально, тоже в топе, и моя любимая недвижка, но опять же, недвижимость, в России я не люблю инвестировать, а вот по всему миру, за границей, через фондовый рынок, это очень классная тема, это милое дело, поэтому всем рекомендую с этим разобраться и начать инвестировать вот в такие защитные сектора. Что еще здесь хочется сказать? Что еще может быть защитным сектором? Как ни удивительно, защитный сектор, это, допустим, тема лакшери. То есть, допустим, есть такая компания, называется Louis Vuitton White Hennessy, давайте посмотрим, LVMH, это одна из тех компаний, которая, как самолет, летит просто наверх и видите, его просто выкупают, при всех коррекциях выкупают одну из первых, уже 400 евро за одну бумагу, хотя совсем недавно мы стоили здесь 250, 170, потихонечку, потихонечку, это очень абсолютно нормальная тема, дает еще дивиденды полтора процента, гарантированный доход, еще и пилит вверх, за последний год уже дали 25 что-ли процентов. Интересная история, естественно, я не говорю, что сейчас пекин на максимуме это покупать, не об этом история, история о том, что есть такие возможности, и такие вещи, как Louis Vuitton, Tiffany, они не падают, производители часов, они швейцарских, они в принципе не падают, их быстро покупают обратно, они дают более-менее приличные дивиденды, особенно, ведь это дивиденды в евро, в евро вообще отрицательная процентная ставка по депозитам, и они, и нулевая ставка центрального банка, да, поэтому, а здесь вам дают полтора процента в евро, то есть это милое дело, старым добрым немцам, швейцарцам, ну, хорошо, французам, некуда девать свои деньги, и вот они покупают такие истории. Защитный сектор, что это еще может быть? Безусловно, это оборонка. Такие компании, как General Dynamics или Lockheed Martin, крупнейшая компания, мощнейшая, у которой многомиллиардные заказы от Пентагона уже на, там, 10 лет вперед, да, или Boeing, многострадальные, которые из-за падения самолетов его побили немножко, но на самом деле компания крутая, и мало кто знает, но Boeing это компания не столько, которая дает самолеты для перевозок гражданских, а это больше военная компания, космическая компания, которая там запускает спутники и так далее, вместе там с Илоном Маском, да, по сути, для него делают там определенные аппараты, поэтому это очень диверсифицированный бизнес, защитный, потому что у них рецессия, не рецессия, кризис, не кризис, у них уже все расписано на годы, годы вперед, пятьдесят лет, поэтому обращайте внимание на такие фишки, на такие защитные сектора, поэтому, внимание, еще раз, недвижимость, здравоохранение, коммуналка, защитный, этот, оборонка, да, оборонный сектор, и, ну, будьте внимательны, конечно, потому что лакшери, это такое, специфические, еще там очень дорогие сейчас бумаги, потому что там бы я дождался все-таки какой-то просадочки в моменте, хотя бы процентов на 20, тогда это будет интересно. Итак, что нужно четко понимать, чтобы создать эффективный прибыльный портфель? Вы должны, во-первых, инвестировать в то, что вы понимаете, то есть, если вы не понимаете, что делаете, не понимаете, как отбирать акции, не понимаете, как формировать этот портфель, как формировать этот пирог, то лучше, конечно, не лезть, то есть, сначала нужно обучиться, накопить знания, почитать книжечки, посмотреть вебинары, курсы, и потом у вас уже что-то сформируется, и вы сможете сформировать свой первый инвестиционный портфель, тем более вот в такое непростое время. Далее, совет самых умных, богатых людей вкладывайте в 10 плюс инвестовидей минимум. Не надо вкладывать в две железобетонные темы. Знаете, как мне некоторые люди пишут, уже сейчас не пишут, они уже там разорились, раньше писали, знаете, был такой хайп Skyway, да, вот они там, бедолаги, набрали вот этих не акции, не пойми ничего, в личном кабинете им там нарисовали, и вот они набрали на последние деньги, чем беднее человек, тем больше у него было вот этих псевдоакций, последние деньги люди туда отдавали, естественно, ничего там у них не получилось и не получится, и люди останутся без этих денег. То есть, но хотя люди хотели сотни, там, иксы процентов, такие вещи не работают. То есть, нужно понимать, во что ты вкладываешь, и нужно вкладываться через лицензированных брокеров, через надежные площадки, и через понятные инструменты, которые торгуются на бирже. Так, к примеру, наш любимый брокер Admiral Markets предоставляет через свою платформу покупку реальных, нормальных акций через МТ-5, где вы можете вложиться, купить акции вот Луэвитон, я не знаю, Тиффани, Локет Мартин, Боинг, сегодня здравоохранение, вот у меня многие спрашивают, есть такая бумага CVS называется, CVS это здравоохранение, потому что это понятный бизнес, это самая крупная, ну или там одна из двух самых крупнейших аптек в Штатах, и вы видите, они недавно восстановились, были 53, стали 75, 50% рост, меньше, чем за год, при том, что, видите, то есть тут колоссальный потенциал роста, хорошая бумага, хорошие метрики, как один из представителей, то есть, внимание, друзья, я вам сейчас не сказал, вот там, допустим, 5-6 бумаг, надо бежать, там, Виталий Сергеенко сказал, я вот эти 6 бумаг куплю на всю котлету, без топов, без ничего, еще с кредитным третьим плечом, и оно же должно расти, потому что на вебинаре сказали, стоп, вебинар не об этом, вебинар о том, что через год, через год где-то будет кризис, сейчас нужно быть предельно внимателем, потому что если не будет какого-то форс-мажора, данных растем, если будет в моменте форс-мажор, то есть, какие-то бумаги могут хлопнуться, допустим, на 20-25% легко, поэтому нужно быть внимательным, диверсифицировать, разбираться в теме, а не оголтело просто брать какие-то бумажки, да, все, вот это мне нравится, это возьму, я вам даю просто примеры, но это не говорит, что это сейчас то, что нужно брать, потому что я вам сказал CVS, а сам, может быть, жду, когда CVS, допустим, скорректироваться вот сюда на уровень на 66-67, и там его будут подбирать, вы купите по 75, понимаете, а он пойдет на 67, вы закроете с убытком, да, то есть, нужно понимать, что вы делаете, тогда, тогда у вас не будет таких вопросов, понимаете, так, дальше, что у нас, совет от Уоррена Баффета, которые мне очень нравятся, покупайте бизнес, а не просто акцию, то есть, вот многие трейдеры, инвесторы относятся к покупке акции, не знаю, Boeing, CVS, или там, Apple, неважно, как к покупке просто какой-то бумажки или даже какой-то цифрки в терминале, но нужно относиться к этому, как делает Уоррен Баффет, то есть, чувствовать себя, как маленьким-маленьким собственником, и вот нравится тебе или компания, нравится тебе бизнес этой истории, и купил бы ты этот бизнес целиком или нет, то есть, не просто акции ты купил на 2000 долларов, а вложил бы ты в этот бизнес не 2000 долларов, я не знаю, 20 миллионов долларов, если бы они у тебя были, вот вложил бы ты или нет, вот если с таким подходом, с таким пониманием и вот так изучать каждую бумагу, которую вы формируете, портфель, то у вас не будет каких-то глупых идей и не будет каких-то глупых инвестиций, то есть, даже если вы ошиблись, там в части бумаг, ничего там страшного нету, какие-то форс-мажорные штуки, или там поздно, рано зашли, это нормально, это опыт, да, инвестор получает опыт со временем, это ничего здесь страшного нет, поэтому здесь вы должны четко понимать, что нужно правильно инвестировать, искать новые идеи, да, постоянно, разбираться в теме акций, искать лучшее здесь предложение, лучшие вот такие штуки, которые есть. Друзья, ну вот основная тема, то, что я сегодня вам рассказал, в принципе, вот то, что я хотел рассказать, я вам рассказал, есть ли у вас вопросы, жду ваших вопросов, кстати, вот, как вы заметили, сегодня уже упомянул, у Рана Баффета, у него есть классная такая фраза, которая мне очень нравится, никогда не попадайся в зависимость от единственного источника дохода, инвестируйте, чтобы создать второй источник. Вот, это большая проблема у большинства начинающих, ну то, что начинающих инвесторов, а вообще у людей, которые только работают на работе, только что-то делают, и они не понимают, что нужно дополнительный источник, чтобы обрести какой-то финансовую независимость, да, поэтому будьте внимательны. Так, друзья, жду ваших вопросов в чат, вот мои контактные данные, почта рабочая, сайт нашей компании, задавайте вопросы, если они есть. Роман, если там где-то есть вопросы, то мы можем их зачитать, если вдруг ничего-то. пока вы думаете, тоже маленькая рекламка, на правах рекламы, 26 ноября, в 19.00, у нас состоится грандиозное онлайн-обучение к грамотному инвестированию на фондовом рынке, то есть мы здесь поговорим о очень интересных вещах, как зарабатывать, как сохранить деньги, как их приумножить, как их зарабатывать в валюте, как накапливать, какие инструменты конкретно покупать, какие коэффициенты, какие метрики смотреть, их буквально там 8-10, которые нужно изучать, и этот курс, это такая выжимка за 12 лет лучшей информации, лучших знаний, которые через себя пропустил, и здесь мы говорим и про фундаментальный анализ, и про анализ разных секторов, и сразу два, два занятия посвящаются финансовой отчетности корпораций, то есть что нужно читать, что смотреть, чтобы не потерять и заработать деньги, и также занятие технического анализа для инвестора, не для трейдера, когда там куча всего и графика не видно, а для инвестора конкретные вещи, конкретные важные моменты, как собрать портфель, диверсифицировать, и в конце практически семинар, где мы все это собираем, ответы на ваши вопросы, и очень-очень много всего полезного и интересного, так что курс состоится 26, первое занятие 26 ноября, и примерно до 1 декабря, примерно до 2 декабря можно присоединиться, поэтому обращайтесь, если будут у вас вопросы, опять же, вы можете обращаться, допустим, в Admirals Markets, либо напрямую, да, напрямую мне написать, опять же, еще раз, еще раз, мои контакты, да, вот вы можете посмотреть, наш сайт и почта infosobago.reachinginvestgroup.com смотрите, подключайтесь, надеюсь, опять же, Роман, как, есть ли вопросы? Да, спасибо большое, Виталий, ну, есть вопрос, я думаю, сразу же скажу, что в записи те, кто будет смотреть этот вебинар, могут оставлять вопросы под комментариях к этому видео, а вот вопрос, наверное, который, может быть, ты уже слышал несколько раз на этой неделе, и, в принципе, очень часто мы его тоже получаем, твое мнение по поводу IPO Saudi Aramco. Aramco. Saudi Aramco, это очень интересное IPO, его все ждут, компания крупнейшая в мире, капитализация практически 1,8 триллиона долларов, то есть, просто задумайтесь, то есть, даже Apple с одним триллионом, или Microsoft, просто нервно курит со стороне, ну, и самая прибыльная у них, многомиллиардная там доходность, но вы знаете, первый момент, что это IPO, это размещение, оно будет происходить непосредственно в Саудовской Аравии, насколько я помню, на их местной бирже, то есть, туда очень сложно получить доступ, и, в основном, там, первая часть продаваться будет институциональным клиентам, то есть, с улицы просто, там, не знаю, с 10-20 тысячами долларов нельзя эти акции будут купить, то есть, это будет, в основном, для фонда, это первый момент. Второй момент, все-таки сейчас, такая политическая ситуация, и вообще, вот, вокруг Саудовской Аравии, и вот, то, что нефть, сейчас не на самых лучших уровнях, то есть, все-таки, для саудитов, нужно, чтобы нефть была намного выше, там, 60 долларов, за баррель, потому что у него большая стоимость добычи, вот, вот, и, в целом, в целом, друзья мои, ну, я скажу честно, что, столько нюансов у этого размещения, столько вопросов, что, есть масса других IPO, других размещений, других компаний, где можно спокойно, понятно, в долларах, заработать, там, 15-20-30%, а саудия рамка, это как опыт просто посмотреть, то есть, я туда свои деньги вкладывать не буду, деньги наших инвесторов вкладывать не буду, вот, вот такой ответ. Спасибо большое, Виталий, ну, здесь, наверное, также важно иметь в виду то, что это IPO, как ты уже говорил в ходе этого вебинара, не стоит взять это IPO, как какая-то идея на всю жизнь, да, как Родшильд, как Родшильд заработал там свои миллиарды, а присмотреться, возможно, каким-то небольшим капиталом ее инвестировать, посмотреть, как это выйдет, ну, и, соответственно, помнить всегда диверсификацию. Поэтому будем ждать тогда остальных вопросов в комментариях к этому видео. Спасибо большое тебе, Виталий, за вебинар. Спасибо, Роман, что приглашаешь, и я думаю, что увидимся в следующих видео. Жду ваших вопросов, друзья, под видео в комментариях, с радостью приду на канал Admiral Markets отвечу, вот, и напоминаю, что до 26-го, от ноября, либо до 2-го декабря вы можете присоединиться к нам в группу и разобраться, как формировать портфель инвестиционный. Про тему IPO, кстати, мы там, скорее всего, тоже пообщаемся, как грамотно инвестировать, на какие там метрики смотреть. Поэтому приходите, будет очень интересно и полезно. Всем спасибо. Спасибо большое, Виталий, всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok